В Хибинской гимназии состоялась традиционная городская научно-практическая конференция «Молодые исследователи Хибин». Школьники боролись за право участвовать в региональном научном форуме «Шаг в будущее», который в середине ноября пройдет в Мурманске. Участники конференции – ученики 4-11 классов. У одних за плечами богатый опыт проектной работы, другие делают в прикладной науке свои первые шаги. И хотя конференция – это отборочный этап на региональный научный форум, проигравших нет. Потому что проектное мышление и проектный способ решения задач – это очень новый, очень предметно ориентированный, очень ориентированный на достижение конкретных результатов решения конкретных задач метод, без которого сложно жить и сложно работать. Поэтому сегодняшняя конференция – это очень значимый, не просто научный, но еще и научно-образовательный этап для всех, кто в ней участвует. Исследователи защищали свои проекты в нескольких направлениях. Это естественные науки, истории краеведения, проблемы человека и общества. Но самой зрелищной оказалась секция инженерной работы. Ее участники представили на суть жюри свои изобретения. Идеи хороши. Каждый у судей неподдельный интерес. Основная борьба развернулась между изобретателями из Хибинской гимназии и клуба «Юный техник» Центра детского творчества Хибины. Победила дружба. В старшей возрастной группе лучшим оказался гимназист Евгений Михайлов. В младшей – Степан Аникин из ЦДТ. Юный инженер сконструировал автоматическую кормушку для домашних животных. Ее предназначение – уберечь питомцев от переедания. Я прочитала в книжках, в интернете, что животное страдает, и у меня у самого кошка и собака. Вот она не очень к ней подходит, а вот собака, которой будет 8 месяцев скоро, она подходит, есть нормально. Конференция прошла, но борьба проектов только начинается. Впереди новые научные форумы. Цель кировчан – войти в команду Мурманской области и повторить успех 2018 года, когда в марте северяне завоевали Большой научный кубок России «Шаг в будущее».